Через полтора часа в Нью-Йорке начнется экстренное заседание Совета Безопасности ООН. На повестке действия КНДР, которые шокировали соседи и в прямом смысле нарушили все допустимые границы. Этой ночью Пхеньян произвел запуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией другого государства, Японии, и упала на востоке от японского острова Хоккайдо. О мировой реакции и последствиях этого пуска наш СОПКОР в регионе Сергей Менгажев. Звуками сирен сегодня жители северных префектур Японии были разбужены около 6 утра. Система оповещения J-Alert сработала за 5 минут до того, как выпущенная с северокорейского полигона Сунан баллистическая ракета пролетела над японским островом Хоккайдо. На мобильные телефоны его жителей поступили сопровождаемые сигналом, как аварийная сигнализация, СМС-сообщение, ракетный запуск со стороны Северной Кореи, запущенная ракета. Я получила предупреждение, но понятие не имело, куда бежать. Я не понимала, что делать. Бежать просто некуда. В этом главная проблема. В минувшую субботу Пхеньян запускает в сторону Японии три ракеты малой дальности, которые пролетают не более 250 километров. А сегодня утром носитель Хвансон-12 преодолевает почти 3000. По своим характеристикам он способен достигать цели на удалении до 6000 километров, то есть американский остров Гуам, тоже в зоне его действия. О готовности ударить по Гуаму Ким Ченен заявлял в начале августа. Специалисты гадают, что заставило Пхеньян в этот раз направить ракету по другой траектории. Япония ключевой союзник США, при этом Хвансон-12 прошёл над той её частью, где нет американских военных баз. То есть, с одной стороны, Пхеньян демонстрирует техническую возможность достигать объекта США, а с другой лишает Вашингтон формального предлога для жёсткого военного ответа. Москва следит за развитием ситуации и призывает стороны не упускать возможности дипломатического урегулирования. Что касается Северной Кореи и проводимых испытаний, мы привержены всем резолюциям Света безопасности ООН, настаиваем на том, чтобы наши северокорейские соседи в полной мере их соблюдали. В общении с журналистами президент Дональд Трамп был немногословен. Господин президент, что мы будем делать с Северной Кореей? Посмотрим, посмотрим. Впрочем, в письменном заявлении глава Белого дома выразился более развернутым. Угрозы и дестабилизирующие действия лишь увеличивают изоляцию северокорейского режима в регионе и среди государств мира. США рассматривают все возможные ответные меры. Через несколько часов после запуска северокорейской ракеты, 8 тяжёлых авиабомб были сброшены в горах южнокорейской провинции Йонголь. Сеул демонстрирует силу своих ВВС и готовность нанести упреждающие бомбовые удары по объектам Северной Кореи. А на этом видео с недавних ракетных учений Южная Корея показывает свои возможности по перехвату северокорейских баллистических носителей. Учения с противоракетными установками ПАК-3 проводит и Япония, совместно с США на американской базе Йокота под Токио. Но на Пхеньян это, похоже, никакого впечатления не производит. КНДР продолжит усиливать свой военный потенциал с помощью ядерных сил до тех пор, пока США представляют угрозу и проводят военные учения на наших границах. Мы сейчас находимся на территории Японского Министерства обороны. Вон там, за заборами и колючей проволокой, видны комплексы Патриот. Это наземный эшелон японской системы ПРО, которую Токио неоднократно обещал привести в действие для перехвата северокорейских баллистических ракет, если они будут пролетать на территории Японии и представлять угрозу безопасности страны. Но в этот раз ни комплексы Патриот, ни эсминцы с многоцелевыми противоракетами ИДЖИС задействованы не были. Минобороны заявляет, что не видела в этом необходимости, так как вероятность падения ракеты на территорию Японии была исключена. Хотя это совсем не согласуется с теми пугающими СМС-сообщениями, которыми сегодня были разбужены жители Хоккайдо. После нынешнего испытания уже нет никаких сомнений. Вся территория Японии находится в зоне действия баллистических ракет КНДР. Возможности японской и американской ПРО остаются под вопросом. А ситуация вокруг корейского полуострова с каждым новым запуском северокорейской ракеты становится всё более непредсказуемой. Сергей Бенгажев, Алексей Печков, Восточно-Азиатское бюро ВЕСТИ, Токио, Япония.